МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Две подруги Светлана Гакова и Надежда Чурсинова из Ставрополя оставили своих маленьких детей одних в квартире без еды и воды, а сами пропали на несколько дней. Чтобы не умереть от голода, 7-летний Максим Сербин вместе со своим братом Никитой и 3-летним Сережей ели сырую картошку и сухие смеси. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"То, что у моего сына истощение, это неправда. Что картошку сырую там, я не верю. Я этого не видела, я не знаю". На вторые сутки соседи услышали непрекращающийся детский плач и вызвали полицию и представители органов опеки. -"Дети с балконов подбрасывали всю одежду и джинсы уже в конце скинули чьи-то, и полотенца, и трусы, и все, целая куча". -"После вскрытия квартиры в ней были обнаружены дети в крайне истощенном состоянии. Сейчас мальчики находятся в больнице, и органы опеки категорически отказываются возвращать их родным матерям". -"Добрые люди, помогите мне, дайте мне детей". -"Сегодня мы попытаемся понять, где все это время находились мамы и почему они считают, что им нужно вернуть детей, которых они оставили умирать от голода". -"Моя подруга попросила посидеть с ребенком, она поехала на день рождения". -"И оставила вам своего...?" -"Да, Сережу". -"Сережу, мальчик". -"Я, значит, как его... 10 часов их уложила спать. Мне надо было поехать задолго. Поехала в Надежду на такси. Подруге забрать деньги. Вот. Ее дома не оказалось. И я потом шла, шла домой пешком. Со Ставрополя я не могла такси вызвать. Ну, с Надеждой из Ставрополя вызвать такси. Я не смогла. Я возвращаюсь, моих детей нет. Как мне объяснили, что проснулся старший сын. Вот. Как его... Ну, проснулся и начал кричать. Вызвали МЧС". -"Сейчас в этой студии появится Александр, сербин отец 7-летнего Максима. Где он был в тот вечер? Это не первый раз. Это не первый раз, что ты делаешь. Ты не первый раз это делаешь. Ты за 7 лет что-нибудь сделал. Ты за 7 лет что-нибудь сделал. Он заключал с помощью вашего супруга. В чем месяце назад? Он за 7 лет. Тысяча рублей. Она звонит тогда, когда она пьяная. Она только тогда мне звонит. Она говорит, мне нужны деньги. Я, да, я виновата перед ней. Никакой материатики денег не налево. Да вы перед собой виноваты, а не перед ней. Перед вами на детьми вы виноваты, поймите. Перед вами на детьми. Вы обещаете исправиться и не пить больше. Вы вам будем помогать. Верните мне детей. Вы обещаете не пить больше. Я не хочу, пожалуйста. Я вас уважаю. Она стоит с нами на колесах. Чтобы всех троих детей вернули родителям. Я вас уважаю. Почему ей нельзя отдавать? Почему? Объясните мне. Пожалуйста. Сядьте, пожалуйста. Разберемся сейчас. Почему ей нельзя отдавать ребенка? Она тянет. Мальчика СССР не сдала. Маленького малыша. За кулисами стоит второй муж Светы, Самвел, который приехал на программу. Встречаем Самвела. Это разве мать? Итак, вы отец Никиты. Я отец Никиты. Вы помогаете мальчику? Вы приходите? Конечно. Я прихожу. Она заперта. Она пьет. Заперта. Я памперши. Продукты оставляю. Она мне открывает. Перед милицией оставил. Двоех полицейских вызвал. Пришли говорит. Самвел, ты здесь прописан? Я говорю, нет. Я у себя дома прописана. Тогда не имеем права ее открыть. Пампер составляю. Продукты оставляю. Я ухожу. Иди, открой. А они там сидят. Пьют. Вот сегодня она говорит тебе на всю страну. Она хочет тебя видеть. Я хочу тебя просто уничтожить, Саша. Ты один. Что ты говоришь? Какой уничтожить? Он готов к тебе приходить. Он готов заниматься расцветанием ребенка. Он говорит. Он не будет заниматься. Андрюша. Мне не стыдно будет на всю страну сказать, от чего ребенок инвалид стал. Вы спросите у него. Потому что он аналитил. Нет. Нет. От чего? Он заразил меня. Пусть мне будет стыдно. Три пера. Вот ребенок. Почему такой стал. Благодарю. Спустите, да? Да. Три пера. Вот почему. Я тут покрубинку. Беременности вы лечились? Да. Я лечилась. Лекарства все еще сильнее разрушила. А ты не просто сказала, что у тебя тоже была болезнь. Гепатит С. Гепатит С. Но он не переходящий. Я его лечила. Я ходила анализы сдавала. У меня все нормально. И таблетки специально пьет. У меня у ребенка. Можете позвонить. Это нормально? Позвонить в поликлинику. Поликлинику можете позвонить. Я был здоровым. Мы вам верим. Вы молодец. Вы боретесь. У меня дети абсолютно здоровы. Ни одного гепатита нет.